Новый способ изучения иностранных языков позволяет на уроке развлекаться по-английски или по-немецки. При помощи компьютера учитель создает индивидуальную программу обучения. Младшим классам игровые задания, старшеклассникам задачи посерьезнее. Так их готовят к вступительным экзаменам любого вуза, независимо от выбранного профиля. 95% мальчиков поступило во все высшие учебные заведения нашей страны. Предпочтение отдается как техническим вузам, так и гуманитарным. Ну, безусловно, есть и медики. К 10 классу нахимовцы сами выбирают, куда идти. Валерий Пятницин определился еще раньше, после того, как первый раз взял уроки оружия. Теперь он его рисует, дорабатывает и скоро запатентует. Валерий усовершенствовал пистолет для спортивной стрельбы и создал новую модель. Разработал я его, как сказать, в порыве технического вдохновения. Ввиду того, что я занимаюсь в стрелковом клубе и на себе чувствую удобность стрельбы из пистолетов. То есть я могу определить, насколько пистолет хорош. За каждым этапом этой работы наблюдал преподаватель. Подсказывал, искал необходимую литературу. Говорит, такой интерес надо всячески развивать. И скромно добавляет, сделал все, что мог. У нас в училище очень хорошо преподают физику и математику. Это дает некоторые основы для подобного рода деятельности. Военно-морское училище только по статусу военное. Девушкам разрешен макияж, игрушки и фотографии в спальне. У молодых людей тоже возможности больше, чем ограничений. Военная подготовка для нахимовцев – дополнительное образование. Например, они могут получить навыки кораблевождения благодаря вот этим столам. Также их учат вязать до 20 видов морских узлов. Но все это в свободное от учебы время в рамках факультативов и в боцманском клубе. День защитника Отечества отличники уже встречают дома. В качестве поощрения у них два выходных. Для остальных учеников праздники тоже будут продолжительными. Один день они проведут в Русском музее. Следующий в музее военно-морского флота добавят и свободного времени для прогулки по городу. Алиса Литвиновна, Иван Мартиянов, телеканал «Звезда», Санкт-Петербург.